я вам покажу сейчас как создается сайт визитка причем буду научились все отлично отличники я вам покажу что такое сайт визитка по большому счету она у вас уже у всех создана при одном условии если вы заполнили свой личный профиль на платформе вот все кто указал все свои контактные данные все кто загрузил хорошую аватарку на платформе вот у вас уже все готово посмотрите как она создается я сейчас открою свой профиль потому что к сожалению на бесплатном профиль а вы все скорее всего находитесь на бесплатном профиле смотрите тариф подключить если у кого написано значит у вас абсолютно бесплатный тариф вот он конечно все крутые вещи по созданию сайта визитки начинает быть доступными с тарифом менеджер это 275 копеек 2 рубля 75 копеек где но говоря по русски сколько это но это кажется 90 или 100 рублей в месяц то есть вот на этом тарифе вы можете сделать полноценную визитку что значит полноценная визитка давайте я вам ее покажу вот визитка кого-то из арифлейн из фаберлик не знаю посмотреть еще она состоит она состоит из трех фрагментов и все эти фрагменты вы можете реализовать если у вас тариф менеджер на бесплатном тарифе мы можем и нарезать что-то не сильно звался реализовать только первый фрагмент это вашего так а вот фамилия ну как вы хотите чтобы к вам обращались можете сделать призыв и можно расположить вот эти вот кнопочки связи с вами и еще можно сделать вот такую кнопочку здесь она называется регистрация в команду эта кнопка может вести на ваш сайт воронку вот например на ту схему который я вам только что показал здесь можно сделать кнопочку и человек попадет на ваш рекрутирующий сайт это очень хорошо но можно сделать можно не ограничиться только вот этим а можно сделать смотрите мы практически полноценный одностраничный сайт посвященный вам вот видите можно вставлять тексты можно вставлять картинки можно вставлять видео ну то есть те кто разобрался с редактором домашних заданий вот все функции которые вы делаете при домашних заданиях вот я точно также оформляю уроки я в них вставляю картинки не вставляю я вставляю только текст и видео вот все это можно сделать дальше можно написать какой-то призыв действию и вот ставить вот эту регистрационную форму то есть если человек заполняет эту форму вы получаете анкету куда приходит анкета я вам показываю как работать с анкетами я запишу и выложу в раздел курсы для менеджеров ну то есть для тех людей которые начнут уже активно приглашать хотя может быть выложу какой-то другой курс потому что тоже наверно пригодится всем в первую очередь конечно дома для людей которые начинают строить структуры и строить структуры на платформе теперь как нам вот это все сделать показываю на примере бесплатного тарифа то что мы вы можете сделать каждый значит перехожу в инструменты выбираю сайт визитка я запишу потом подробный ролик чтобы вы не мучились значит к сожалению то что я хотел сделать не получается я хотел и я это уже реализовал вот на личном кабинете ольги васильевны у нас есть отдельный домен он называется век он называется viva star sites вот такой вот такой вот доменчик и на этом доменчике вот так он выглядит мы строим наши визитки то есть визитка ольги васильевна будет вот на таком домене я думал что тот домен который будет в кабинете ольги васильевна вы можете подключить его себе к сожалению этого не удалось то есть у вас у всех будет визитка сделано на домене век роста и вы все по большому счету будете ее рекламировать поэтому конечно я была очень не рекомендовал использовать какие-то сервисы сокращения ссылок их достаточно много можете поле яндекса поисковой системе яндекс написать сокращение ссылок и например какой-нибудь хороший сервис но вот бит ли неплохой сервис вот такой вот можете брать тут сокращать ссылку для чего это будет сделано для того чтобы у вас ссылка выглядела не вот так вот длинная страшно вот посмотрите чтобы ссылка на вашу визитку не выглядела вот так но это не очень хорошо выглядит плюс вы тут рекламируете век роста но кого это не очень смущает можете и не сокращать вот делать вот таком это как бы ваши пожелания подключить свой домен вы можете то есть но вам придется его купить домен это где-то порядка 120 130 рублей за год можно его купить кто захочет я могу записать видео где как можно купить домен и вас будет ваш личный дом и вы можете его назвать своим именем это будет конечно круче потому что вы будете продвигать свой личностный бренд здесь вот есть очень несложная инструкция как это сделать но опять же кто захочет с доменами я это помогу значит что мы делаем для того чтобы начать работать с визиткой мы нажимаем на кнопочку настроить визитку вот здесь вот справа вы уже видите как будет ваша визитка выглядеть вот его если хотите например чтобы у вас в профиле была одна картинка а на сайте визитка была совершенно другая аватарка это все легко делается если вы вот сюда вот щелкаете и выбираете какой-нибудь файл вот кстати видео уроки которые записаны по последнему у меня тут нет наверно никакого изображения ну например вот пингвина будет вот и видите у меня на моей визитке уже не я а пингвин то есть вы для своей визитки можете подобрать что-то совершенно другое но позиционирующие может быть вас как-то лучше кошечку собачку с вами надо делать дальше имя все эти данные вот у меня написан игорь черноусов почему потому что эти данные визитка взяла из оформления вашего профиля можете взять написать тут что хотите как угодно далее вот это то что написано мелким шрифтом выберите удобный для вас способ связи если у вас есть желание как-то это расшифровать уточнить то есть можете в принципе еще что-то дописать понимаете вот видите достаточно много текста сюда можно писать сюда можно если у вас удастся если у вас есть классный спор прописанный оформленный статус вот сюда можно взять либо целиком ваш статус кинуть изначале написать статус она потом написать выберите удобный способ связи даже вот на таком маленьком фрагменте текста вы можете себя более четко спозиционировать те кто правильно оформил профиль у вас из-за тех кто правильно оформил профиль в социальной сети вконтакте подобрал аватарку красиво написал статус написала себе у вас уже вся информация для этого сайта визитки готова я нужно просто брать и сюда аккуратненько переносить мы там немножко исправить все те временные затраты которые вы потратили на качественное оформление своего профиля в социальной сети все это вы можете теперь использовать на других своих ресурсах это лучше делать потому что чтобы у вас формировалось то что называется брендом одинаковые фотки одинаковые призывы люди уже будут понимать да да это тот человек который я нашел там то теперь написали свою фамилию прописали что-то подробнее о вас начинаем настраивать что мы начинаем настраивать кнопки мы сейчас на страничке основные но на этих основных настройках вот те кто займется платной рекламы фейсбуке вот сюда можно вставить пиксель фейсбука чтобы он лучше отслеживал кого на вашу визитку приглашать кого и показывать но если вы настраиваете платную рекламу теперь переходим на кнопки и вот тут вы можете настроить те кнопки которые хотите отображать вот конечно вот такого обилия кнопок делать наверное и не надо то есть не надо думать что народ сразу во все эти места будет с вами связываться особенно если вы сами не так часто заходите в инстаграм да если вы не так часто заходите в одноклассники facebook кнопки которые вы указываете для связи должны быть теми средствами связи которыми вы пользуетесь каждый день потому что извините вы указали ссылку на одноклассники последний раз в одноклассники заходили там блин две недели назад поэтому не хотите указывать одноклассники просто-напросто отключить эту кнопку она отсюда еще оставьте только то чем регулярно пользуетесь вот видите количество кнопочек сокращается причем у некоторых социальных сетей например у того же самого контакта можно сделать переход не просто на страничку вот например если на фейсбук нажму меня перенесут на мою страничку фейсбуке и человек начнет тут возможность как мне что тут как мне тут что писать как написать мне личное сообщение особенно если ну если конечно человек пользуется фейсбуком и быстро по найдет смотрите что можно сделать в социальных для социальных сетей вконтакте вы можете вот сюда вот щелкнуть и сразу человека отправить не на личную страничку вконтакте а сразу кинуть его в сообщение вам нажимаю вконтакте и вот я уже могу себе любимому там что-то писать какое-то личное сообщение это довольно удобно тоже об этом пользуетесь но такая возможность только для контакта существует для ватсапа есть очень интересная вещь то есть человек когда нажимает на кнопочку соединиться с ватсапом он может сразу вам отправить какое-то сообщение ну например не хочется ему вам что-то писать например мужик вам хочется обратиться с каким-то вопросом вы можете сразу вот здесь вот написать вместо приветствия привет у меня вопрос вот это включить когда человек будет писать вам ватсап он может перейти ватсап в написать подсканировав вот этот шрифт код кстати был вопрос как отсканировать стр код в настройках ватсапа есть вообще отдельная функция сканер стр кода он либо автоматически на каких телефонах включается на каких-то требуется включить и вот я щас открою ватсап веб ватсап веб листа и вот у меня тут есть именно сканировать qr код нажимаю на это действие открывается сканер подвожу подсканировал все мне сразу видите вот написалось сообщение привет у меня есть вопрос все что мне нужно сделать и нажать на кнопочку это сообщение будет отправлен мне этот сам себе написал тоже дадут довольно удобный вариант из сокращает время людей которые с вами общаются удобно то есть нужно этим пользоваться вот таким вот образом несложно вы можете настроить кнопочки не хотите чтобы вас в панели были видны кнопки которыми вы не пользуетесь просто-напросто возьмите вот так вот их отключите оставите только те кнопки которые у вас на визитке обязательно проверьте работают ли ссылки то есть пройдите по всем этим кнопкам как я сейчас сделал по нажимайте может быть вы его здесь вот настройках что-то неверно указали с ошиблись в номере там или еще там в логине skype ошиблись пожалуйста пройдите по каждым кнопкам пощелкайте и убедитесь что да все настроено верно теперь на бесплатном варианте что можно еще настроить вот я сейчас нашу нахожусь на закладке кнопки и нахожусь на закладке контакты кнопок но вот на кнопках есть еще закладка с названием кнопки и вот что здесь можно делать вот видели на сайте фаберликовцев есть вот такая вот кнопочка с переходом на какой-то другой ресурс посмотрите как эту кнопочку можно легко реализовать можно сделать целых две таких кнопки на переходить на какие-то нужные вам ресурсы я включаю первую кнопку я придумываю название этой кнопки онлайн да и вот сюда ссылку давайте сейчас делаю ссылку на так где наш сайт беру ссылку на наш сайт и вставляю вот сюда то есть могу сделать цвет этой кнопочки синеньким зелененьким но все что я меняю все сразу здесь появляется все сделал изменил не забудьте нажать сохранить все я изменил свою визитку вот принципе я настроил аватарку как себя называть призыв настроил кнопки и сделал кнопку переходом на нужный ресурс что еще можно сделать можно перейти на страничку дизайн и выбрать какой-то фон здесь можно выбрать какой-то другой фон который вам нравится не нравится можно даже загрузить какой-то свой фон но если вы загружаете тяжелую картинку объемная ее лучше оптимизировать вот как оптимизировать пожалуйста почитайте вот здесь внизу я сейчас не буду на это тратить время вам просто предложить ее переконвертировать более легкий формат есть такая такое действие фотошопе как конвертировать картинку для веб чтобы она быстро загружалась если плохое соединение наверное видели то есть картинка так грузится частями вот сделали нажали сохранить на страничке виджет вы можете вот то всплывающую штучку который вам показывал на нашем сайте визитки настроить вот код этой штучки можете и вставлять куда хотите можно выбрать место где размещается по умолчанию будет размещаться внутри значит на настройки дизайн была еще возможность менять менять прозрачность этого фона вот этого сейчас почему-то не могу найти а вот прозрачность то есть прозрачность что это значит если вы ее делаете маленькой нажимаете сохранять то у вас вот этот белый фон будет вообще такой яркий белый и за ним картинка не будет видно если вы прозрачность сделать 60 видите можно сделать так чтобы ваш фон просвечивался была бы видна картинка поэтому здесь нужно просто поиграть и подобрать наиболее оптимальный с 20 это вот он просвечивается но немножко но читать текст можно вот все визитка у меня сделано теперь смотрите вот так она выглядит я нажал закрыть вот адрес этой визитки вот она значит ставлю в блокнотику цена вот адрес моей визитки то есть вместо всех ваших ссылок на youtube на вк на facebook и так далее вы теперь человеку можете просто давать только один одну вот эту ссылку он будет по ней переходить и сразу видеть как с вами связаться вот даже на бесплатном варианте видите мы получаем вот такую штуку то есть быстрые контакты связи и самое главное переход на сайт с которого например у вас идет ваша воронка видите сейчас остановлю демонстрацию пожалуйста напишите в чате кому это понятно и как это делать для чего это делать водички у меня нет да понятно работы много где-то все сделается за 10 минут если у вас смотрите работы много если вы не заполнили свой профиль на платформе если у вас еще нет оформленного профиля в социальной сети то есть мы не работали не со статусом не с аватаркой тогда да чтобы сделать эту визитку нужно сидеть там голову чесать а когда у вас это уже все есть ну вот например смотрите мой профиль я даже не про визитку я про то чтобы соединить все это да ну да конечно вот статус готов я просто беру отсюда копирую пишу связывайтесь со мной все опа класс так возвращаюсь надо еще раз послушать записи ну да я как создается визитка я запишу отдельный урок более понятный без всяких охах и вздохов так интересно можно разобираться для чего понятно важно как так теоретически да но если теоретически понятно то кстати вот очень хороший вопрос я возможно закрытой части буду уроки писать немножко по-другому особенно там где сделай как вам возможно попробую вот на примере ролика с сайта визитки то есть я там что-то рассказал буду говорить нажмите на паузу вы нажимаете на паузу в ролике и повторяете это действие сделали то что я там немножко рассказал убирайте паузу следует след слушайте следующий кусочек вот так она будет проще понимаете лучше конечно в начале ролик посмотреть до конца вот а потом повторно смотреть его на паузах и повторять то что я делаю давайте вот я так и сделаю а еще в этих и кнопках можно вставлять же свою реферальную ссылку до две кнопки одна реферальная ссылка другая вот на этот вот наши век роста смотрите вообще-то здесь можно делать по-разному если вы считаете что с вашей сайты сайта визитки можно сразу кидать реферальную ссылку на подключение и вас а то без вопросов делайте но уверены что человек поймет как зарегистрироваться и так далее поэтому чаще всего делают что делать какой-то свой личный сайте это очень легко и просто сделать на той же самой платформе век роста то есть вы нажимаете человек нажимает на эту кнопочку он переходит на вашу страничку в этом ему все объясняете как ему зарегистрироваться что ему делать дальше он ролик посмотрел а уже на этой страничке вашей реферальная ссылка кнопочка с реферальной ссылкой человек нажимает и регистрируется понятно можно сделать две кнопки вот одна кнопка именно для тех, кто не совсем понимает, а вторая кнопка сразу зарегистрироваться, потому что есть люди, которые это несложно делать, понимаете вот можно переводить на сайт воронку, потому что чаще всего вот такие сайты-визитки это зацепит кого-то то есть вы ее показываете людям которые вас мало знают но хотят с вами связаться и лучше всего их может быть сразу кидать вот с этой визитки на вашу воронку продаж, они ее прошли и вы получили уже полноценного клиента причем вот такие вещи, то есть ссылки на сайт визитки, можно размещать где? в подписи, в почте, то есть внизу вставьте подпись знаете где в почте подпись настраивается? нет как это? я что-то вообще не поняла ладно, тогда я об этом запишу потому что, ну вот вы же все почтой пользуетесь, человеку отправили письмо, то есть вы что-то написали и ему автоматически приходит текст письма а внизу ваша подпись и там вы можете написать кто вы поподробнее, контакт на свой телефон а теперь можно просто размещать ссылку написать моя визитка или моя онлайн визитка или там моя электронная визитка все, человек почитает ваше письмо она его заинтересовала увидит ссылку на вашу визитку будет на нее переходить и все контакты на связи есть так ну да, как вы будете изучать по 10 раз запускать это, ну, разные варианты но я попробую записать ролик с паузами посмотрю, как это получится попрошу у вас обратную связь с домашним заданием так, ну а сейчас я вам покажу какие возможности есть по созданию сайта визитки в платном тарифе вот если кто-то перейдет уже на менеджера то есть кому 99 рублей не очень большие деньги хотя сейчас деньгами нужно аккуратнее к ним относиться посмотрите, что у вас получается если у вас платный тариф вы нажимаете настроить визитку в принципе все то же самое что и на бесплатном все но появляется вот такая классная вещь которой нет на бесплатном тарифе она называется основной текст вот здесь вы включаете эту функцию основной текст и у вас появляется еще один раздел видите включился раздел основного текста сейчас он привет тут ты можешь редактировать текст нажимаю на кнопочку редактировать основной текст и попадаю в редактор который один в один в копейках в копеечку как редактор, в котором вы пишете домашние задания вот кто научился вставлять картинки вставлять видео все это можно делать в нашем редакторе вставлять ссылки форматировать цитаты какие-то делать видите вот все это можно сделать для того, чтобы оформить ваш текст на вашем на вашей уже такой развернутой сайте визитки опять же, что сюда писать вы переходите к оформлению своего профиля ВКонтакте в котором есть уже и статус есть классная картинка на аватарке и есть ваша продающая информация о себе которую вы написали надеюсь, или напишите и вот чтобы ничего не выдумывать а что же мне писать о себе вы просто берете то, что вы ВКонтакте о себе написали и аккуратненько вот сюда вот размещаете аккуратно, каким-то образом форматируя там и так далее давайте какую-нибудь картинку ставлю ставить картинку описание изображения и так далее размер вот сюда нажимаю так ну вот картинка, которая меня очень радует это динамика развития нашего YouTube-канала вообще растет как мы на дрожжах я такого вообще никогда не видел сколько занимаюсь YouTube сейчас я немножко поменьше сделаю то есть прирост количества просмотров 999 процентов то есть все YouTube в потолок уперся я тут даже ссылочку сделал правда никогда такого не видел значит что-то сделали оформили нажимаем готово вот смотрите у вас теперь вот такой вот основной текст Ольга Васильевна я все посношу никто это не видит не волнуйтесь вот что мы делаем дальше можно опять же сделать то, о чем я говорил счетчики и так далее можно пройтись настроить кнопки ну то есть все возможности которые есть на бесплатном тарифе естественно платный тариф поддерживать единственное, что появляется это возможность вот этот основной текст о себе и делать его ну сколь угодным долгим ну тут не надо перебачивать то есть это длинные штуки полотна такие не дочитай до конца они сейчас уже как бы особо напрягают значит все сохранил получил закрываю смотрю что я получил да теперь в нашей сайте в нашем сайте визитки есть вот такая вот функция видите копировать урл я вам сейчас покажу как подключается вот эта вот форма и как вообще можно подключить любой сайт к сайтам на платформе век роста копирую этот урл вот скопировал закрываю теперь иду в раздел сайты выбираю мои вот все что я буду здесь подключать вот видите наш командный рекрутированный сайт он уже подключен я могу давать ну Ольга Васильевна будет давать доступ к этим сайтам вам нажимаю сюда добавить пишу сюда визитка адрес сайта включая опцию открывать сайт через сервис 407 хорошая возможность о ней чуть позже расскажу но это только для сайтов когда они подключены вот визитку подключите и можете пользоваться этим сервисом я о нем расскажу в ролике сейчас рассказывать не буду извините все сохранил вот у меня появилась появился новый мой подключенный сайт и здесь есть возможность форма регистрации вот форма регистрации я ее могу сейчас настроить можно поменять вообще все то есть настроить поля то есть например я не хочу указывать там пол я хочу чтобы это выкинулось отсюда фамилия не нужна дата рождения нужна паспорт не нужен индекс не нужен регион область контакт для быстрой связи не нужен то есть оставлю все по минимуму вот посмотрю как это будет выглядеть вот 4к 4 поля я оставил вот такая форма мне меня устраивает нажимаю сохранить можно настроить все что здесь еще угодно различные там языки контролируем по каждой вот из этих вещей можно пройти посмотреть цвета поменять ну не сложно запишу нажимаем получить код вот что мне нужно мне нужно скопировать вот эти вот данные вот данные по ходу я скопировал что я делаю опять же иду в инструменты сайт визитка нажимаю вот сюда настроить визитку вот вхожу сюда опять же редактирование основного текста вот это только для платных тарифов потому что только у них можно скажем так работать с основным текстом и только для платных тарифов можно подключать к вашей визитке форму здесь можете сделать какой-то призыв то есть зачем человеку форму оформлять можете взять ее сдернут вот отсюда давайте вот так вот возьмем честно честно позаимствуем форму так где я тут настраиваю вот честно позаимствовал их призыв отформатирую по центру все и теперь смотрите что я делаю вот после этого призыва нажимаю вот сюда вставить код формы появляется очень простая форма куда необходимо ввести то что я сейчас только что скопировал вот эти вот у и д вот сюда и второе что я копирую вот это все нажимаю окей вот в режиме предпросмотра это выглядит вот так он мне показал что форма какая-то подключена нажимаю готово и вот теперь смотрите вот так вот выглядит моя уже визитка фотография контакты текста себе картинки призыв что-то делать и вот эта форма то есть уже люди с вашей только одной визитки могут заполнять контактные данные и вы заполненные контактные данные будете видеть у себя в разделе анкета давайте это сейчас проверим так я сейчас нажму сохранить нажму закрыть вот она наша визитка давайте перейду по этой ссылке скопирую урл визитки да кстати забыл сказать вот это имя визитки вы можете делать каким-то своим сюда можно написать все что что хотите нажму копировать вот так для чистоты эксперимента даже в другом браузере открою кому-то мы передали эту визитку вот так человек прошел почитал и захотел зарегистрироваться взял сюда ввел вашу почту надеюсь правильно страна имя отчества так телефон пометил что у него на этом телефоне все есть все менеджеры согласился с обработкой персональных данных нажал зарегистрироваться подтвердил действия давайте посмотрим появилось ли тут у нас что-то вот видите анкеты новые вот она зелененькая штучка то есть пришла новая анкета вот от этого замечательного человека который указал правильно свою фамилию номер телефона и указал что на этом телефоне у него все висит опять же анкеты есть начинаем их обрабатывать сразу хочу сказать что у века роста вот на этой платформе есть очень классная вещь связанная с командной обработкой анкет посмотрите что можно сделать то есть можно вот настроить вот эту замечательную воронку можно настроить платную рекламу на нее и эта воронка будет вам кидать анкеты можно это сделать командной группой и анкеты будут распределяться между теми людьми которые вот работают с этой воронкой например те которые взяли скинулись там денежку на платную рекламу на бюджет и воронка начинает гнать им анкеты система будет платформа будет по очереди циклично распределять эти анкеты то есть вы как участник команды получаете анкету и начинаете ее обрабатывать кто-то может контролировать ну например человек через кто раздает эти анкеты может контролировать как вы качественно обрабатываете эти анкеты если у вас не получается их обрабатывать можно там временно вам их не давать либо вы сейчас не можете их обрабатывать то есть возможности по обработке анкеты у сервиса достаточно много то есть платформа ну реально достаточно интересна вот в принципе я все что вам хотел сказать если есть какие-то вопросы давайте отвечу я сейчас почитаю что вы тут пишите да 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 так супер мне идея ну вроде бы пока только все супер все хорошо ну надеюсь так оно и будет дальше может быть кто-то голосом хочет что-то сказать включайте микрофон говорите ну когда вас слушаю все понятно когда начиная сам что-то делать так с первого раза и так просто не получается ну это абсолютно нормально потому что ну по-другому нет если все с первого раза получалось вообще даже неинтересно было это все абсолютно нормально поэтому я еще раз говорю то есть практика это еще раз практика не будете сделать благодарю я могу сказать чуть-чуть вот все Василий, Василий, вам вообще можно было выступать прям с самого начала о, в стороне я тут счастлива, что это не я и что профи работает я бы тут наговорила я бы вас тут научила это да так, я сейчас включу демонстрацию экрана у меня там пару здравствуйте, дорогие мои я даже я что-то даже и не поздоровалась совместное использование вот первое, на что я хотела обратить ваше внимание это на то, что мы господи, куда его дело вот он что мы сейчас работаем дистанционно но если вы обратили внимание вчера вечером по-моему вечером уже или утром рано или вечером мы уже сейчас запутались дома тут хотя бы вышел-пришел дни менялись а сейчас все на одном месте и непонятно, когда кончился день когда он начался так вот, если обратили внимание уже было сообщение о том что будут некие условия сокращения карантина и потом уже после всяких многочисленных высказываний штрафные санкции или жесткий въезд не введен в Москве ну слабонервных оштрафовали, конечно и уже начали поговаривать о том, какие могут быть условия для сокращения карантина или расширения предприятий которые могут работать потому что действительно это может быть очень и очень сложно но тем не менее вот мы нашли в прошлую субботу воскресенье с моими адвокатами такую не лазейку вернее а такое обоснование по которому можно работать поэтому работаем мы совершенно официально но офис для посещений закрыт возможно возможно если это будет вот так сказать разрешено хоть как-то мы откроем как в субботу и воскресенье в прошлые субботы воскресенья мы пускали по одному человеку ну по два один заходил на склад второй сидел на стульчике в зале лицом в зал ну то есть мы максимально пытаемся сократить вот эту вот передачу всякой дряни там стоит у нас ультрафиолетовая лампа у нас стоят пузырьки дезинфицирующие практически каждый день у нас приходит уборщица и все это промывает дезинфицирует хлоркой все-все-все-все все что возможно вот там работают два человека и подъезжает курьер забирает то есть там работают девочки на прием звонков прием заказов собирают заказ собирают там допустим несколько заказов ну хотя бы пять например заказов вызывают курьера таксиста один и тот же он уже с накладной везет причем Маша со всеми договаривается конкретно сколько стоит какая сдача устраивает или не устраивает доставка 150-200 рублей смотря куда нужно ехать и он отвозит все это очень быстро сейчас город пустой тут вообще нету проблем люди даже теряются вот все он выехал встречайте он уже подъезжает звонит не может дозвониться никак в чем дело ой а я там решила голову помыть я ушла в ванную вот она решила что это будет не скоро ну во всем я просто хочу сказать что пока это все быстро значит что нужно делать вот этот текст который есть его нужно во-первых разослать но не в вордовском виде я по-моему всем кому могла разослала или вам прислали ваши медицины или вам на почту это придет я кому-то на ватсап девчонки на почту сбрасывали ну и так далее вот смотрите этот текст для того чтобы не пересказывать а просто его чтобы люди это поняли потому что и мы перескажем не так и человек еще поймет по-своему и будет у нас как всегда нужно очень в лучшем случае переслать и сказать почитай пожалуйста что тебе давайте объясню что непонятно и обратить внимание на конкретные точки конкретные точки это время да что это доставка возможно и быстро мы написали в течение 24 часов потом вот я исправила от 3 до 24 часов ну например если он в 4 часа там или вечером написал позвонил то понятно завтра обратить внимание на то что он заказать может в любое время дня и ночи если это день да чтобы побыстрее было то с 12 до 16 конечно если человек позвонил с 12 до 16 в этот же день сразу ему придет заказ потому что вот все все на месте курьер на месте девочки собирают заказ в общем все как надо если он позвонил с 10 до 19 по мобильному телефону Маши то понятно это будет на следующий день собрала и круглосуточно ну мало ли что на ватсап по тому же Машиному телефону или скайп Маши можно написать заказ и для того чтобы она уже могла на следующий день связаться в общем абсолютно любой вариант поэтому здесь вы можете смело говорить в любое время дня и ночи 24 часа в сутки вы можете заказать этот товар ну а получите уже как можно быстрее если человек за городом находится у нас таких было немало уже то мы предлагаем им дать адрес или контактный телефон кого-то из знакомых или близких доставляем им туда и они уже там как-то передают сами потому что по-другому у нас не будет разговоров о том что я быстренько заскочу а ты мне быстренько выдашь нет категорически это даже вообще не обсуждается вот вот таким вот образом то есть вы этот текст можете сбросить своим клиентам по ватсапу вы можете его по почте по скайпу самый плохой вариант это его просто прочитать потому что сначала его сбросить в том виде каком он есть а потом есть повод позвонить и уточнить просто уточнить ты получила мое письмо ты обратила внимание на то что вот доставка стоит всего навсего пожалуйста ради бога не ловитесь когда он говорит слушайте ну а можно бесплатно конечно можно если кто-нибудь за вас заплатит вам будет это бесплатно но у нас это к сожалению не получается вы понимаете что это не просто такси как говорят да на такси там можно и дешевле конечно можно в яндексе сейчас можно и дешевле только в яндексе передать кому попало продукт и потом кто попало привезет или не довезет деньги это большой вопрос если это таксист который довозит да еще может до двери подняться иногда люди спускаются иногда он поднимается смотря там как человек настроен то это тоже извините работа ну вот так ну что я объясняю в Москве точно такая же схема сейчас точно такая же схема и мы вчера говорили с москвичами у кого-то есть московские структуры то вы обратите внимание на то что схема такая же да есть вариант интернет-магазина но сейчас вы должны понимать что интернет-магазин и доставка работает сейчас ну просто на последнем издыхании мы тут заказывали удалось нам чуть-чуть масок заказать там что-то 150 или 200 штук кстати одноразовые маски максимум на 2 часа 50 рублей штучка вот эти кругленькие ну слава богу на следующий день их уже не было и мы приехали за этой доставкой потому что они сказали что если вы хотите чтобы вам доставили через 4 дня у нас уже 120 там заказов ну и прочее в общем это все очень сложно сейчас в интернет-магазине естественно и вивасани тоже поэтому человеку которому нужно быстрее потому что заказывающие по телефону люди не привыкли мало и они доставляют быстрее все с этим оборот естественно пойдет товара у нас достаточно много на складе Томас сказал что мы ждем на понедельник вторник на растаможку заказ поставку из Швейцарии ну и значит к концу следующей недели у нас чего-то появится может быть в четвергу может быть чуть позже пока у нас его ну очень много да нет каких-то уже позиций естественно ну ребят не мне вам рассказывать что наш продукт ну практически любое эфирное масло можно использовать для себя в общем как положено все с этим это я убираю и теперь еще раз о цели еще раз о цели сейчас я вот эту штучку спрячу это называется найдите хотя бы пять отличий да две странички это две странички тут есть разница вот найдите несколько отличий скажем так ну я шучу конечно еще раз о цели о цели нашего тренинг-центра о цели нашего проекта вообще о цели почему мы в этот центр заходим вообще крупно цель для нас вознаграждение цель для нашего визави вознаграждение через что это вознаграждение мы получаем потому что да мы можем говорить это польза для здоровья это правда абсолютно мы сейчас говорим только о бизнесе мы 20 с лишним лет говорили о том как только о продукте о продукте действительно продукт настолько хорош что предложение трудно сделать предложение без продукта но сейчас вот мы говорим только о бизнесе итак цель для нас вознаграждение для нашего визави тоже вознаграждение да для нашего партнера через что он у нас получается в любом бизнесе через прибыль а прибыль идет от оборота от того объема который сделала я и моя структура или я с продажами это и у нас и у нашего партнера который мы приглашаем то есть если мы четко по шагам проговорим это да цель вознаграждение через что я его получу через прибыль от оборота оборот у нас через регистрации и продажи продажи и регистрации через общение людей средства как я это делаю я привлекаю новых людей в свою структуру и возвращаю или оставляю как удобно старых людей в свою структуру потому что кто-то забыл кто-то сейчас в каком-то другом состоянии вот сейчас можно кого угодно найти что для этого необходимо ну давайте вот на правую сторону смотрим да цели все те же самые если человек к нам идет заниматься бизнесом ему тоже нужно вознаграждение и он понимает что это или не понимает но мы ему объясняем что это будет прибыль от оборота и так далее и так далее средства и для нас и для этого человека потому что эта площадка и вообще сетевой бизнес это система дуплицирования как вы как вы только уберете слово дуплицирование можете следом убирать MLM убирать сеть потому что это все что угодно но без дуплицирования но не сетевой бизнес но не структура то есть это все что угодно но не то что мы сейчас делаем хорошо так вот что нужно человеку который потому что мы всегда должны отталкиваться от потребности того человека с кем разговариваю без вариантов только так и больше никак и так что нужно человеку да говорит хорошо поверил ты мне нравишься я готова как мне нужно новых людей старых у него вообще нет а может быть и есть если согласиться человек который подписан там 15 лет назад но вот сейчас работы нет а сейчас боюсь о цифру говорить но боюсь что процентов 60 людей останутся или без работы или на очень маленьких каких-то таких вот деньгах что необходимо что важно какая потребность у человека который пришел новый старый не важно и что нужно нам нам нужно научить правильно работать что необходимо человеку научиться правильно работать что необходимо человеку если он он знает как открыть как в фейсбуке поработать может быть даже более продвинутый все понятно но это все было позаточено скажем так под цели его личные да как отправить письмо как поговорить в скайпе как там сделать может быть даже рекламу какую-то если это даже бизнес был но не сетевой есть отличие значит а если он вообще плохо работает ну хотя бы научиться компьютерной грамотности предположим человек говорит не хочу я заниматься бизнесом не хочу вивасаном он говорит хорошо но если ты хочешь просто поучиться да вот ты хочешь быть здоровым ты хочешь зарегистрироваться то есть такая возможность ты можешь подписаться в мою структуру в тренинг центр и естественно для тренинг центра нужны люди которые зарегистрированы как минимум в вивасане ну ребят наверное так хотя вы можете показать посмотреть какие-то первые уроки что там может быть дальше весь объем для того чтобы это показать и для того чтобы что нам необходимо научить правильно работать здесь научиться а здесь научить для того чтобы научить компьютерной грамотности я вот тут кучу вопросов поставила если я не очень в этом разбираюсь и говорю это мне надо это мне не надо возможно человеку который не собирается строить структуру ему нужно столько сколько нужно но тогда мы реально понимаем что человек не собирается строить структуру и он клиент он просто хочет здесь научиться да ради бога да пожалуйста Да почему бы и нет? Все, польза есть польза. Сейчас мы об этом даже не говорим. И пусть себе учатся тому, чему ему нужно, но мы понимаем, что вот о структуре, может быть, когда захочет, тогда он это скажет. Кто его научит? Ну, я научу. Если знаю, умею или хотя бы знаю, где лежит, из чего она состоит, могу научить и помочь. Вот здесь вот это вот хотя бы я хотела вот как бы так, что цели для меня и для человека, которого мы приглашаем, это тот же самый человек, одни и те же. Только я кое-что знаю сейчас, а он нет. Причем, если мы знали, как это делать вот в режиме оффлайн, да, на улице, в офисе и так далее, неизвестно, сколько времени нам понадобится, чтобы сейчас работать уже вот таким вот образом удаленно. Ну, и теперь хотела предложить вам просто, просто тупенько предложить вам такой диалог, да. Мы рассказали, мы показали, мы сказали, как здорово, как вообще элегантно, как и что нужно делать, приходи, ты сможешь зарабатывать. Причем цель у нас и миссия великолепные, цель, которая святая, я считаю, это людям продлевать жизнь и здоровье, улучшать им и близким, да, при этом еще и продвигать здоровый образ жизни и зарабатывать деньги на вот этой святой цели. Причем деньги очень и очень у нас такие реальные, скажем так, по качеству это очень реальные деньги. И если человек говорит, ну хорошо, я готов, куда приходить, а дальше пошло, ну вот я вот, и он начинает задавать вопросы. Как выйти, куда выйти, какую аватарку сделать, где, в какой соцсети. Я не знаю, позвони ОВ, позвони Игорю, что мы делаем, ну я точно, Игорь скоро тоже это будет делать. Мы посылаем его аккуратно, посылаем его аккуратно, куда? К спонсору. А спонсор это кто? А спонсор это я, ну вы в смысле, да. И вот для этого, ну и кроме того, если я человека приглашаю, ну как бы хотелось бы, чтобы я была для него спонсором. А если я его сразу отправляю к ОВ или к Игорю, то и что? Чем это кончается? Ну, понятно. Вот это то, что я еще раз хотела сказать, потому что возникают вопросы, и это нормально, и это здорово, что они возникают вопросы. Спасибо всем, кто сейчас работает в этом тренинг-центре, и вообще спасибо всем, кто в Вивасане сейчас. И спасибо Вивасану за то, что он все-таки нам подушку безопасности-то приготовил, и мы вместе с ним. И несколько слов о том, какие у нас идут мероприятия вот в этом самом нашем онлайн-пространстве Вивасан. Потому что у меня вчера лидеры, у меня были групповые собрания, у меня каждый день что-то такое происходит, и лидеры сказали, слушайте, у нас так много всяких групп и собраний, что ну вот просто очень трудно в них ориентироваться. Совершенно верно. Потому что мы уже привыкли к тому, что у нас происходит в другом режиме, а вот сейчас мы переползли в другое пространство, и вот теперь в этом пространстве нам нужно разложить все эти мероприятия, все свои дела. И вчера я девчонкам говорила, что, ребят, давайте делайте расписание четкое дома, когда встаю, когда завтракаю, что делаю, когда у меня вебинар, и что, когда и как. И поэтому, значит, по субботам у нас всегда напишите прям все себе субботы, если пишите так месяц, по субботам у нас в 10 утра всегда конференция, открытая встреча с Игорем Черноусовым, спасибо ему огромное, потому что столько, сколько он делает, что ну просто у меня, конечно, у меня кроме восторга это ничего не вызывает. Теперь в понедельник лидеры, я имею в виду лидеров где-то от 14%, не только воронежских, но и из других городов, от 14 и выше процентов, ну у кого хотя бы была структура, да, в понедельник в 11 часов у нас обычная планерка, но теперь это тоже в интернет-пространстве. Группа в скайпе «Планерка», так и называется, «Планерка Воронеж», по-моему, «Вивостарс» вы уже знаете наизусть эту группу, «Планерка Воронеж» для планерки, руководители городов, кто здесь сейчас присутствует, да, или в других городах люди, которые могут сказать, что там у вас было, например, да, у нас будет седьмого в девять утра конференция руководителей городов, а там у нас и Германия, и США, и Латвия, Литва, кто там, Италия, ну в общем там уже сейчас подруливают. Там у нас директора филиалов присутствуют, это тоже очень важно для нас и для них, директора филиалов, это и Санкт-Петербург, Краснодар, Латвия, Литва, Германия, господи, Эстония, ну в общем, Самара будет, если Дмитрий выйдет, то будет еще и Дмитрий. Это все важно для того, чтобы нам договориться, почему я вам это рассказываю, потому чтобы вы знали, что мы как бы не в пустоте, не в вакууме, мы продолжаем общаться, мы продолжаем общаться и продолжаем, так сказать, договариваться. Вот сейчас только вместе можно победить. Так, и следите, можете следить в Вивостарсе или где-то еще, где-то еще у нас есть там еще какие-то площадки, где задавайте вопросы, мы готовы на все эти вопросы отвечать, либо передавать как-то профессионалам это все дело, но вот как-то так. Все хорошо, работаем, улыбаемся почаще, ходим, встаем, делаем зарядки, пишем расписание и используем это время максимально для того, чтобы научиться чему-то новому, которое, возможно, будет единственным таким максимально. Конечно, никто не отменял офис, и все будет так же, как и было, но вот тут будет максимальное количество работы здесь, потому что если человек привыкнет работать в интернет-пространстве, ему будет очень не хотеться многим, а может и захочется вылезать. Спасибо всем за внимание. Игорь, скажите, что там мы еще должны сделать? Да все, больше ничего. Никто никому ничего не должен, кроме как быть счастливым и здоровым. Да. Так, я остановила, остановила демонстрацию. Ваши вопросы еще, если задаете. Вообще мало вопросов, это всегда, всегда очень волнует. Вот представьте себе, есть у вас люди подписанные, зарегистрированные, которые задают вам вопросы, а есть, которые вообще молчат. Что вы об этом думаете? Только наличный метод. Что вы об этом думаете? Раз молчит, значит, ему ничего не надо или где-то он находится, и правильно думаем. Вот так и здесь. Молчащих, но еще я могу сказать, ребят, дергайте людей. Людям сейчас очень-очень непросто. Если у нас есть силы еще учиться и что-то делать, да, то те, которые молчащие, и те, которые как бы сейчас не отзываются, там очень многим людям непросто. Их надо поддержать. Это наша задача. Мы все в одном аквариуме. Да, поэтому улыбайтесь, говорите, чтобы все хорошо было. До свидания. До свидания. Да, всем до свидания. Здоровья и успеха. Вопросов. Спасибо вам тоже. Здоровья и успеха. Пока, спасибо огромное. До свидания. Спасибо большое. Очень ценное обучение. Только надо во всем разобраться. Спокойно сидеть. Пока, пока. Да, будем разбираться. Всем хорошего дня. Спасибо, очень интересно. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Фотографии поставьте на свои карточки. Фотографии. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...